Встречать таких гостей в стенах вуза, говорят, в Сочинском институте РУДН, большая честь. Вячеслав Бочаров служил офицером Центра спецназначения «Вымпел». Одним из первых вошел в захваченную террористами школу в Беслане. Был тяжело ранен в голову. За мужество и героизм удостоен звания Герой России. Сегодня Бочаров – первый заместитель секретаря общественной палаты страны. С патриотической миссией путешествует по городам России, школам и институтам. Мне посчастливилось посмотреть, как учатся, как живут, чем занимаются в неучебное время ребята РУДН. И то, что мы сегодня поговорили на тему патриотизма, на тему подвига, подвига того, который совершался в годы Великой Отечественной войны, это важно. Герой России сегодня стал почетным гостем на мероприятии, которое проходило в рамках масштабного внутривузовского проекта «Страницы мужества и славы». Студенты рассказали историю города Героя Новороссийска и не просто рассказали. Это было целое театрализованное представление. Я считаю, что каждый из нас, особенно мы, молодое поколение, мы студенты, должны знать о истории нашей Родины, должны знать наших защитников. И этим гордиться, конечно, в первую очередь. Проект направлен на распространение знаний о подвигах молодежи в годы войны, укрепление традиционных ценностей, формирование патриотизма, и, что важно, противодействие фальсификации истории. За время его реализации для студентов РУДН проект «Страницы мужества и славы» стал не просто проектом. Я уверена, все, кто прошел этот конкурс, они могут твердо сказать, страна, Родина, если что-то случится, я своим сердцем и своей грудью буду, встану обязательно на защиту. Вот это главное. Сегодня эта патриотическая программа заявлена на Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и уже прошла региональный этап. Ну а о визите в РУДН Героя России Вячеслава Бочарова теперь будет напоминать вот это миндальное дерево, которое сегодня высадили на территории главного учебного корпуса. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.